Справедливости ради нужно заметить, что к финалу обе дружины подошли достаточно измотанными, но на это и Кубок Мира. Именно здесь проверялись бойцовские качества. На 14-й минуте Сергей Ломанов вывел Инисей вперед. Бой шел не на жизнь, а на смерть. Наши самоотдержанно отрабатывали в обороне, практически нейтрализуя лидеров хозяев. Под занавес первого тайма Виктор Чернышев, поправляя прострел, попал в штангу. 1-0. На рубеже 2-30 минуток минимальное преимущество и никакой ясности. Второй тайм нужную нам ясность принес. Сергей Ломанов с 22 метров колотил мяч в ворота гостей, а затем вывел на ударную позицию Виктора Чернышева. Лидер есть лидер. Остальное оказалось делом техники. Два мяча Алмаза-Миргазова и долгожданная победа 5-0. Это было нечто невероятное. Я не имею права дать себе слабину. Все-таки это тоже чувствуется. Так что пока есть у меня силы, эмоции, я рад приносить пользу команде «Денисея». Все-таки «Денисея» для меня это больше, чем команда. Мы сделали то, за чем приехали, поэтому все отдали силы, все мужики бились до конца, поэтому очень рады, что показали тот хоккей, который мы уже достигли до какого уровня, поэтому в сложный момент мы уже можем анализировать, думать тактически какие-то, поэтому это только прогресс, это только шаг вперед. Последний раз красноярцы выигрывали Кубок мира в 2011 году, и эта победа показала, что «Енисей» развивается нужным курсом. В среду команда вернется в Красноярск и приступит к подготовке к чемпионату страны. Юрий Дудник, Дмитрий Демченко, Сандыкин, Швеция. Новости. Новости.